Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, от чего отталкиваться для принятия решения в вопросе запуска морского аквариума. Попробуем разобраться, на что опирается новичок в своем выборе. Ответим на самые волнующие вопросы. Один из первых вопросов, которым учат новичка, является вопрос цены. Во сколько же мне это обойдется? К сожалению, на данном этапе в времени в нашей стране это очень дорого. Большая система на 300-500 литров может стоить как автомобиль. Поэтому прежде чем начать, себя надо подготовить, потому что денег на хобби вы потратите много. При условии, что вы к этому готовы, двигаемся дальше. Если денег у вас много, то вам повезло и этот вопрос вас не касается. Часто новичок в раздумьях над ценой входа и объемом аквариума выбирает маленький объем, пытаясь таким образом сэкономить. На мой взгляд, это ошибка. Мини-море для опытных людей, которые уже понимают процессы, происходящие в морском аквариуме. Для новичка нужна большая система. Грубо говоря, чем больше, тем лучше. В большом объеме будет проще бороться с ошибками, которые каждый допускает по неопытности. В маленьком объеме труднее бороться с перегревом, перекормом, пересолом и так далее и тому подобное. В итоге денег, которые были потрачены на умершую живность в мини-море, будет больше, чем стоила бы система побольше. В любом случае, для аквариума надо выбрать место в квартире. Идеальным вариантом была бы комната, выходящая окнами на север. В летний период в этой комнате будет прохладно и вам, возможно, вообще не придется бороться с перегревом. Если такой комнаты в квартире нет, то выбираем любую другую и располагаем аквариум в ней так, чтобы солнечные лучи в него не попадали. Таким образом, вы сможете избежать ненужного перегрева. Но с температурой в летний период придется бороться все равно и в ход пойдут все средства. Самый лучший вариант это аквариумный холодильник. Также хорошо помогают справляться аквариумные вентиляторы. Как вариант, многие используют домашний кондиционер вместо аквариумного холодильника. Как вариант, пока вы дома, это, конечно, хорошо, но, на мой взгляд, гонять сутками напролет кондиционер слишком дорогое удовольствие. А самое главное, что не всем вашим домашним будет по вкусу такой климат в квартире. К примеру, простудившаяся жена будет пилить вас из-за того, что вам рыбки дороже нее. Вам это надо? Конечно же, никому это не надо. Поэтому аквариум должен существовать автономно от всех других систем в квартире. Морской аквариум, как ни крутишь, штука шумная. Сливается с шумом вода, монотонно гудят помпы. Шум можно свести к минимуму, но в ночное время, когда в квартире тихо и нет никаких посторонних звуков, аквариум становится очень хорошо слышно. Лично я спать в комнате рядом с аквариумом не могу. Как ни пытался привыкнуть, у меня так и не получилось. А в те моменты, когда я болею, я вообще смотреть на него не могу. Большое количество воды и хладнокровные рыбы только добавляют ознобы и хочется разбить его нафиг. Это я все к чему? Это я все к тому, что аквариум лучше расположить в той комнате, где никто не спит и не живет. Лучше всего для этого подойдет гостиная или большая кухня. Часто новичок задумывается над тем, выдержит ли пол, на который будет установлен аквариум. Тут может быть только один ответ. При условии, что полы у вас не деревянные, в качестве перекрытия в доме используются железобетонные плиты, ставить аквариум можно смело. Причем не важно, к несущей стене или нет, вдоль или поперек, к стене или в середину комнаты, пол не провалится. Каждого новичка интересует, как надолго можно оставить аквариум без присмотра. Все мы люди и наша жизнь вкладывается не только из аквариума. Хрыжов свесьте перед покупкой аквариума вашу страсть к путешествиям. Если вы часто куда-то уезжаете, то вам будет очень трудно. Оставлять морской аквариум без присмотра – это всегда лотерея. Чаще всего ваше отсутствие обязательно может случиться в нештатной ситуации. Если у вас нет добродушного соседа, который легко обучается и готов каждый раз принимать участие в содержании вашего аквариума, то надо такого срочно заиметь. Уехать надолго от аквариума нельзя – два-три дня максимум. Еще один часто всплывающий вопрос – сколько в месяц обходится содержание морского аквариума? В данной ситуации все, конечно, зависит от объема, но в среднем эта сумма равна от 500 до 2000 рублей, в зависимости от количества подмены качества корма. Все самое дорогостоящее покупается в начале, перед запуском. После запуска и созревания покупаются дорогие кораллы и рыбы. На этом основные траты заканчиваются, а ежемесячные обязательные траты на содержание по сравнению с тем, сколько вы уже потратили – просто копейки. Говорить на эту тему можно еще долго, но в рамках этого выпуска мы, пожалуй, закончим. Выпуск подготовлен специально для новичков. Материал подготовил и рассказал Дима Пронин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, учитесь и получайте удовольствие от процесса. До новых встреч!